В ближайшие несколько минут все то, что не озвучит пропаганда и в чем никогда не признаются чиновники. Это Маланка региона и новости забытых нелегитимной власти угонков нашей страны. Здравствуйте! Волна массовых увольнений прокатилась по госпредприятиям в Барановичах. Уже несколько недель работники госпредприятий десятками пишут заявления по собственному желанию и обсуждают какие-то списки, которые никто не видел, но по которым якобы и чистят всех неблагонадежных работников. Если заглянуть в банк вакансий, можно заметить, что практически все госпредприятия города в декабре-начале января освободили десятки мест для самых разных специалистов. Но большинство появилось в один день, 14 декабря. Журналисты Интэкспресс рассказали только некоторые из истории уволенных работников, но все они говорят сами за себя. Например, Анна проработала на одном из госпредприятий города почти 40 лет, не имея никаких замечаний, а одни только благодарности. До пенсии ей оставалось всего пару лет, но доработать не дали руководство без объяснения причин, предложило расстаться по соглашению сторон. Горожанина Виктора также попросили уволиться после того, как он получил сутки административного ареста за репост записи независимого издания, признанного в Беларуси экстремистским. Хотя работа у мужчины очень ответственная и специфическая, соответственно, неожиданный уход такого специалиста обязательно негативно скажется на всем производстве. Рекордсменами по количеству вакансий в Барановичах, которые появились 14 декабря, стали организации Белорусской железной дороги. Им в этот день резко понадобилось более 100 новых сотрудников. Оставим, пожалуй, без комментариев. В Мозыре на химии массово болеют заключенные, но администрация всеми силами препятствует их госпитализации. Как стало известно правозащитникам весны, в настоящее время в исправительном учреждении открытого типа номер 21 около 20 осужденных помещены на отдельный изолированный этаж. У некоторых из них держится очень высокая температура, но в больницах отпускать категорически отказываются. Кроме того, стало известно, что руководитель мозырской химии Дмитрий Димановский лично звонил в поликлинику и просил, чтобы его заключенным не продляли больничные листы. К слову, вспышка заболеваний стала прямым следствием ужасных условий содержания в исправительном учреждении. Сужденные рассказали, что здание, в котором они живут, старое, наружные работы не проводились, дует и течет отовсюду, а сырость не выводится даже в теплое время. На единственном отремонтированном пятом этаже по утрам вода течет по стенам и видны огромные мокрые пятна на потолке. Благодаря экономии на отопление температура в комнатах иногда достигает 7 градусов. У жильцов отремонтированного этажа поголовно появился утренний кашель с мокротой, который продолжается до полудня. По данным правозащитного центра «Весна» в Мозырском исправительном учреждении номер 21 отбывает наказание 14 политзаключенных. Именно этот факт, скорее всего, и влияет на серьезное ухудшение условий содержания. Хотя, чего таким образом пытаются добиться те, кто считает себя правоохранителями, непонятно. Таксист Молодечина выкинул из салона автомобиля сотрудницу налоговой инспекции, которая хотела его привлечь к ответственности. Как оказалось, инспектор проводила контрольную закупку с целью выявить таксистов-нелегалов. Она заказала машину через приложение, но на вызов приехал автомобиль, ничем не напоминающий такси. По приезду на место мужчина взял оплату наличными и не выдал чек. Тогда сотрудница налоговой предъявила удостоверение, объяснила цель поездки и попросила водителя пройти для дальнейшего разбирательства. Водитель же ее требования проигнорировал и поехал дальше. На ближайшей автобусной остановке он открыл дверь, схватил женщину за ноги, вытащил его с машины и скрылся в неизвестном направлении. Так называемая милиция довольно быстро вычислила 45-летнего молодеченца и возбудила уголовное дело за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, прямо как за комментарии в интернете. Но действительно важно в этой истории то, что налоговые органы в последнее время стали основной статьей дохода в бюджет. Такого количества проверок, контрольных закупок и прочих мероприятий, про которые мы узнаем из социальных сетей белорусского сегмента, каждый день не проводилось, наверное, никогда. А значит, в бюджете регионов гуляет ветер. Да так, что его завывание полностью заглушает любые здравые мысли. За первые 8 месяцев прошлого года Беларусь импортировала рекордное количество моркови. В целом страну было ввезено больше 9 тысяч тонн корнеплода. А это почти в 5 раз больше, чем в тот же период 2020 года. Основным поставщиком моркови стала Украина, на которую приходилось порядка 85% всех поставок в январе-августе 2021 года. Пик же поставок был зафиксирован в апреле-июле, когда наблюдался рекордный рост цен на корнеплод в России. А учитывая, что по статистике Беларусь оставалась так называемым нетоэкспортером, то есть экспорт моркови существенно превышал ее импорт, как нам известно, Украина не может поставлять товары напрямую в Россию, можно предположить, что все, что закупалось нашими функционерами у одних соседей, после продавалось другим соседям, но значительно дороже и как собственный продукт. Ситуация на рынке изменилась, когда начался массовый сбор нового урожая. Цены на морковь в Беларуси в этот период были выше, чем в России. Поэтому эксперты не исключают, что в этот период Беларусь импортировала исключительно для внутреннего рынка. Получается, что даже в обеспечении народа продовольствием нелегитимный не упускает возможности навариться и ободрать белорусов. Смотрите новости региона в социальных сетях YouTube Маланки каждый будний день. Кстати, если вы не знали, мы есть почти во всех популярных социальных сетях, так что подписывайтесь и следите за событиями в удобной для вас форме. Ну а если вам есть чем поделиться, пишите в наш чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и живи Беларусь!